Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня проводим с вами очередную нашу рабочую встречу по текущим вопросам и по плановым. Но договорились о том, что... Михаил Владимирович, мы договорились о том, что начнёт сегодня председатель правительства, расскажет о едином плане достижения национальных целей развития Российской Федерации до 2024-го и на плановый период до 2030-го года. Давайте начнём с этого широкого, важного, фундаментального вопроса, а потом поговорим и по текущему. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Во-первых, сегодня в Государственной Думе в первом чтении принят закон о федеральном бюджете на предстоящую трёхлетку. И накануне мы встречались с лидерами фракции, руководителями профильных комитетов, его подробно обсуждали, и в том числе речь шла о едином плане по достижению национальных целей развития, который был разработан по вашему, Владимир Владимирович, поручению. Мы его сейчас завершили, проработали, и, соответственно, план определяет наши стратегические приоритеты на ближайшие 10 лет конкретные шаги по достижению целей, которые были определены в вашем указе. Он максимально ориентирован на улучшение жизни людей, и его главная задача – сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал каждый житель нашей страны. Структура единого плана – это пять национальных целей и 25 показателей их достижения. По каждому из них определены целевые значения на ближайшие пять лет и конечный результат на 2030 год. При этом все целевые показатели декомпозированы до каждого министерства, ведомства, федерального органа исполнительной власти, региона и, в том числе, институтов развития. Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития. С учетом новых непростых условий, которые возникли, в том числе, из-за распространения коронавирусной инфекции. Определены результаты, непосредственно влияющие на улучшение жизни людей, сохранение занятости, доходов, повышение доступности и качества образования, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддержки ключевых отраслей экономики. Мы обновили, а где надо, и дополнили список мероприятий, которые нужны для их достижения. С национальными целями будет координироваться и бюджетная политика. Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития, и финансирование будет жестко увязано с конечными результатами. Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 трлн рублей. Это свыше половины планируемого бюджета на следующий год. В ближайшие 10 лет мир и Россия неизбежно столкнутся с рядом серьезных вызовов. Об этом вы неоднократно, Владимир Владимирович, говорили, в том числе и недавно на заседании Валдайского клуба. Это касается вопросов экономического развития, демографии. Еще один серьезный вызов дальнейшего развития – технологический. Крайне важно активное внедрение цифровых технологий, поддержка науки, обеспечение возможности развития талантов каждого человека, улучшение инфраструктуры для семей с детьми, развитие здравоохранения, поддержка интереса к здоровому образу жизни, вовлечение в активную жизнь людей старшего возраста. Все эти меры, как ответы на вызовы, мы постарались предусмотреть в едином плане. И, как вы поручили, определили конкретные шаги, которые необходимы для решения общенациональных задач на предстоящее десятилетие, чтобы экономический рост приносил видимые результаты для всех, а государственная поддержка стала более адресной, в том числе за счет цифровизации и целенаправленной политики по повышению благосостояния людей, у которых доходы пока невысоки. Именно в этой логике мы действовали при подготовке единого плана. Достижение общенациональных целей развития требует формирования современной, гибкой и эффективной системы управления. Ее основным принципом станет ориентация на, как я уже сказал, конечный результат для людей. Мы планируем выстроить эффективную коммуникацию в рамках этой системы и получать обратную связь от людей и, соответственно, своевременно реагировать на их предложения и проблемы. Персональную ответственность за достижение национальных целей будут нести все члены правительства в рамках своих компетенций и вице-премьеры, министры, руководители ФАИВов, институтов развития. Причем здесь контроль будет вестись не только на федеральном уровне. Мы будем отслеживать движение средств вплоть до муниципалитетов и отвечать за реализацию национальных целей. На каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта Федерации. Единый план является ориентированным основным документом для составления детальных графиков достижения национальных целей развития, в том числе в рамках государственных программ и национальных проектов. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением единый план разработан. Были проведены все необходимые консультации с руководителями рабочих групп Госсовета, парламентариями, общественными организациями, представителями бизнеса, экспертами. И подготовленный план будет отправлен Вам в установленном порядке. И мы готовы его представить на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, как это было и поручено. Спасибо за внимание. Михаил Владимирович, хочу поблагодарить всех коллег, которые принимали участие в этой большой масштабной работе. И Вас, и членов правительства, депутатов Государственной Думы, экспертов. Рассчитываю на то, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации.